Ты за кем следуешь? Кто твой пример? Ты за кем следуешь? И может быть так, что человек учится в университете у себя в стране, там 13 предметов, заучивает полностью, то есть английский, русский язык, какие-то вещи с химией и так далее, заучивает, учит это все, но когда доходит от Кур'ана, они не здесь постепенно ходят. Сложно арабский язык, он говорил, да? Ты пришел сюда? Ты учил логу Туркия? Ты учил логу Туркия? Как? Как так? Учитель, потому что нужно работать, общество так требует. То есть человек говорит, да, я не говорю только вам это, то есть у меня самого будет 20% больше, однако мы должны быть усердствовать. Кто нам поможет заучить мне арабский язык? Кто? Аллах, Субхану Та'ала. Всевышний Аллах. Та,aster, ka verity, что что-то know Ирина ah-ur-ui, что не знаете basic grammar? В том числе подобные язык, что говорит человек, который не знает арабский язык в шариях, он как только слепом, то есть он показывает на меня, видит как это будет слепого. Может быть, я скажу что-то халялое, и он будет переведать в hate это? Даже в Коранах есть вещи, что не может об Foxhах, просто в логах арабских не можно. В Коране есть вещи, которые ты не можешь понять, кроме как если не будешь знать арабский. То есть, если ты в эти логах не испытываешь то, что вы можете спросить. Аррахмана, аррахим. Он очень сложно. Он тоже использует шума. Надо тожить. Допустим даже в русском языке... Очень сложно на русском языке двумя словами разделить между ними по смыслу. Поистине говорит в суре Аль-Кабсар, это сложно перевести на русский. То есть сюда что? Тот, кто тебя ненавидит. Который тебя считает как какие-то недостатки у тебя. Который тебя оскорбляет. В одном слове это все. Человек приходит что и в двух строках это все толкует. Слушай, шейх, в амс кунна на кун, что у тебя большее, что у тебя большее, что у тебя большее, что у тебя большее. Говорят, вчера мы говорили о том, что одна из больших проблем это то, что ты находишь постоянно оправдание. Почему ты не учишься? Он сказал, что я не учусь. Сложно, не бедолага я. Не могу я. Я не знаю арабский. Нет учителей. Нет книг. Я не местный, мне нужно работать. Для чего ты создан? Для поклонения. Ты это делаешь? Говорит нет. То есть если посмотрит на действительность, получается он как будто не делает этого. Женат? Я сказал, что да. Да, конечно. Так, жениться, я нужна, 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 я нужна. Правильно? Хорошо, женить бы нуждается в том, чтобы у тебя были деньги, дом и так далее. Все это нуждается, правильно же? Я говорю, что я усердствовал, чтобы жениться. А что касается знаний? Ихвана, если мы сегодня не будем обучаться, кто будет обучаться? У нас сегодня есть рисовать для получения знаний, которые не были даже у имама Ахмада. Имам Ахмад, когда ему нужно было узнать какой-то хадис, он отправился на долгий путь. И как отправился этот путь, то есть чтобы его взяли в караване этот путь, он может быть работал у них грузчиком, чтобы его взяли просто этот путь, чтобы он взял и узнал хадисы. А сегодня мы путешествуем на поездах, на самолетах и так далее. Поэтому человек говорит, что нет оправдания. Нет у нас оправдания, мы должны действовать, должны делать.